так здравствуйте с вами снова я сегодня у нас покраска под капотки и само самого авто как вы видите я уже начинаю все укрывать пленкой потому что более-менее все остальные места подготовил осталось еще затереть вот это и вот это вот место но я жду пока подсохнет вот это вот небольшой такой налет мастики которые есть до тряпочкой намазал все таки чтоб не гнило вот про пленку чем могу сказать вот эту укрывочную прилипает собака но ну в том плане что вот к мастике к скотчу еще куда то то есть вот чуть прилипло все рвется но скажем так нормас вот тоненькая удобно что можно везде и прокинуть везде самые щельки и засунуть и по сути я ее даже никуда и не приклеивал вот сейчас буду дальше ее накладывать потому что вот еще пробел остался вот радиатор его нельзя затронуть замки капота я решил все-таки покрасить вот с этими штуками я честно говоря не знаю что придется руками приподнимать вот ну а так все сейчас жду пока сохнет там соответственно укрываем все подготовлю потом еще протру все это обезжирю и буду красить покраски я опять купил рекорекс только в этот раз взял больше грунта и другого цвета чтобы не сливалась вот так же собственно пленка про которую я говорил это вот стоит вообще дешман вот цвет взял такой же белый глянец лака взял немного 4 баллона вот я думаю должно хватить то есть получается 9 баллонов грунта и 6 баллонов с краской начну я снизу покрывать все это грунтом грунт снова я взял с преобразователем вот ладно чуть позже сделаю еще вставку так ну что ж вот и следующая вставочка как вы видите уже большую часть я закрыл вот по сути всю часть я закрыл пленкой вот осталось только что сейчас протереть точнее почистить этой кисточкой все еще раз потом протереть и можно будет уже красить вот я в принципе уже все под затерли все что нужно было вот сейчас потом еще нужно будет не забыть аккуратно вин покрасить тоже вот вот что еще такого в принципе все смотрим дальше так ну что ж собственно вот смотрите полностью нанес грунт это снова антикоррозийный грунт единственное взял другого теперь цвета вот но сама краска будет белая принципе все получилось у нас бой произошел принципе все получилось достаточно неплохо сейчас подсыхает без единого потёка получилось все вот там я вон видите белую штуку оставил это для для эмали чтобы сделать ну попытаться сделать перехода единственное косичнул с чем косичнул свин номером слишком много нанес краски и в принципе как бы вин номер то виден но с тем условием что сюда ляжет еще и сама краска его не будет видно ни хера так что придется сейчас подождать пока это все дело подсохнет и слегка зашкурить либо сейчас я попробую просто взять растворитель и слегка просто мазнуть тряпочкой по растворителю вот то есть по грунту вот сейчас чё делаю сейчас собственно жду пока сохнет и потом возьму вот такой вот грунт вот так вот возьму грунт это у нас грунт наполнитель и пройдущие им по местам стыка старой краски и я думаю вот видно переход такой вот и там где у меня была нанесена мастика тоже пройдусь вот таким вот грунтом вот а пока жду просто так ну что ж короче новость небольшая вот этот грунт наполнитель короче он прям плохо взаимодействует с мастикой то есть он вот так вот трескается и вот тут обычным грунтом обратно не заливающие не успел в этом месте он трескается типа вот такого вот вот и короче на а бы на просто вот на вот этом вот грунте да он как бы идет вот только что вот так вот да какие только что показал вот и можно его просто второй раз пшикнуть вот этот вот и все будет норм на мастике именно вот тут на мастике это просто-напросто такая штука не проходит он все время трескается вот дальше по поводу его наполняющих свойств вот ну могу так сказать ну четко слабовато возможно как бы это фишка в том что просто он из-за того что в баллончике или за то что я умал нанес или потому что его еще нужно затирать дальше но короче он ни хрена не заполняет а про трещины вот я чё говорю то есть его тоже то есть вот так вот только если то есть я вот пытаюсь места на пыло а места стыков там заделать скажем так вот и только вот собственно таким вот способом можно трещины от него убрать вот но я проверю может быть получится его затереть наждачкой и тогда получится ровная поверхность нас надеюсь на это потому что иначе получается что я почти четыре сотки потратил пустую мне вот как-то не хочется этого в это верить вот вот такие вот короче с новостишки ну все сейчас я вот видите он не потрескался этот грунт который вот красный просто антикоррозионность преобразователем вот короче а вот этот вот он трескается но по крайней мере он действительно немного выравнивает но выравнивает знаете совсем немного то есть не настолько чтобы за него там платить допустим рублей 300 400 вот у меня с две банки 4 сотки отдал вот ну что ж это все жду сейчас пока подсохнет и покажу дальше чем происходит так ну что ж вот собственно я окончательно все покрыл грунтом все сделал как должно быть вот и номер кстати потер специально слегка для эмали все все трещины по грунту убрал все 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 ну вот это короче лак этот грунт этот который типа наполнитель который я показывал короче к это полная хуйня либо надо его настолько много покупаешь и пиздец но он совсем какие-то мелкие маленькие коцики убрал да но все остальное блять ну осталось чё и ни хрена не изменилось вот что еще такого ну собственно все единственное остались вот такие вот мелкие мелкие косички но я думаю это все уйдет за счет краски либо сейчас еще раз сбрызнул тем же грунтом либо уже нормально у меня красный грунт еще остался и он мне еще короче я взял 9 баллонов у меня потратилось еще еще осталось ровно два баллона вот собственно все в принципе так что сейчас жду пока нормально до конца подсохнет и буду красить короче народ я наверно сейчас повешусь блять я думаю видно как получился фартук ну более-менее еще без учета вот этого скажем так залета небольшого этих двух косяков это еще хер с ним ну вот сука это просто полный пиздец хотя блять кстати на камеру то нихуё нихера не видно но могу так сказать ну тут тут видно ну-ка сфокусируйся блять ну на камеру нихера не видно но сука вся блять краска отдает развязну а вот тут вообще блять лучше всего видно нахуй это вот блять по всей машине так вот по всей это просто пиздец какой-то сука ну хоть перед блять нормальный получился почему не почему не знаю а вот в остальном по всей машине сука везде разовязной отдает просто жесть блять какой-то смотрится вообще стрёмно как так-то нахуй как так-то пиздос это чё блять сейчас делать такая короче покрасочка блять получилось нахуй ебанность вот сука фартук блять даже в цвет не бьет нахуй ладно надеюсь сейчас соберу когда все буду ставить как-то ситуация улучшится сольется как-то цвет все это дело я надеюсь прям по жести потому что ну ну это совсем пизда вот так вот ездить я не знаю как вообще ездить я красил я ну блять по сути получается я либо грунта перебахал перебухом либо просто грунт сильно такого оттенка который пробивается через краску ладно ну вот это вот я сейчас уберу это вообще блять просто мастикой нахуй сейчас залью и все блять и все будет збс 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 только блять где мастика-то нахуй вспомнил где мастика вот у меня коробка осталась кстати короче это жесть хотя вот кстати могу так сказать что вот переход переходе к такой получился нормальный то есть если вот это сейчас просто чистая вот это очень очень грязная поверхность но если так прикидывать вот вот чисто вот я оттирал вот видите она прям вот как в цвет это я оттирал вот прям ну скажем так в остальном нормально получилось ладно надеюсь что на солнце будет не так сильно видно скажем так плюс еще вот тут косяк блять я пальцем тронул блять она оказалась что нихера не высохла но я попробую сейчас лаком это устранить вот вот тут конечно жесть получилось тут я пытался подкрашивать короче хуёво получилось получалось вот вот что еще такого ну больше такого ничего сейчас уже буду покрывать лаком пусть уж блять так уж пусть сохнет и и все ну что ж подписывайтесь на канал пишите свое личное мнение в комментариях по поводу этого всего почему так что произошло я с удовольствием почитаю я думаю видно кое-где даже не прокрас произошел ну это ладно фиг с ним ладно до скорой встречи пока пока